Это интервью в нашей студии руководитель департамента промышленной политики Министерства экономического развития Хакасии Николай Евдокимов. Николай Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Красноярский экономический форум. Хакасия туда едет. С какими проектами? Что планируем в итоге получить? Да. С завтрашнего дня, с 12 апреля, стартует Красноярский экономический форум. Республика Хакасия представляет свой регион, представляет в разных направлениях. В первую очередь это, конечно же, продемонстрировать нашим партнерам, потенциальным инвесторам, регионам, практически любым желающим потенциал республики, инвестиционный потенциал республики. А также затронуть ряд определенных моментов, связанных с инфраструктурным развитием, с развитием республики Хакасия в составе объединенного, так скажем, как принято сейчас упоминать, макрорегиона этой Енисейской Сибири. То есть все эти вопросы будут в той или иной мере затронуты на форуме, пройдут определенные обсуждения и мы надеемся, получим решение наших вопросов. С этим мы, соответственно, едем. Вот, если можно, Енисейская экономическая зона, вот этот проект, он очень интересный, он обсуждается в последнее время. Какая у Хакасии, какой здесь интерес? Действительно, достаточно резонансный проект, интересный и состоит он как бы из экономического объединения. Прежде всего, экономического объединения трех регионов. Это Красноярский край, республика Хакасия и Тыва. Ну, то, что нас связывает водные артерии Енисей, как бы ни для кого не секрет, но здесь следует отметить и то, что экономическое, социальное и социальное развитие, оно в достаточной степени сближает данные регионы, наши регионы. Очень большие хозяйственные связи, социальные связи. То есть здесь было принято руководителями трех регионов такое достаточно судьбоносное решение о том, что наши потенциалы должны поработать на общий результат, совершенно верно, на население, которое проживает на территориях. Ну и, соответственно, достичь определенных экономических выгод, которые потом трансформируются в развитие социальной инфраструктуры. То есть это связано с дальнейшим так и с ростом заработных плат, реализации крупных проектов, увеличение налоговой базы, ну и ряд других факторов, которые преследуются. Если говорить конкретно уже о форуме, есть какие-то планы, какие будут соглашения подписаны? Да. У нас будет подписан ряд документов. Это прежде всего соглашение о социально-экономическом партнерстве с Красноярской железной дорогой. Затем достаточно важный документ. Это меморандум, связанный с реализацией программы совместно с Красноярской железной дорогой, угледобывающими организациями и транспортными компаниями. Если, как иногда говорят, сколько, допустим, оценивается данный документ, ну, данный документ, могу сказать, что он оценивается 28 миллиардов рублей на период 5 лет. То есть это до 2023 года. Мы достигли определенных договоренностей со всеми участниками данного процесса и, в принципе, выходим уже на завершающий этап. Плюс будет подписано соглашение между Министерствами здравоохранения трех республик. Ну и самое главное соглашение о сотрудничестве между тремя регионами по реализации проекта «Инисейская Сибирь». Красноярский экономический форум – это как раз такая отличная возможность для республики заявить о себе, показать все наши плюсы, показать, что мы можем предложить нашим партнерам перед всей страной. Как вы планируете использовать эту возможность? Мы сформировали программу. Программа состоит из ряда определенных блоков. Это прежде всего презентация самой республики, как территории Российской Федерации, благоприятной для привлечения инвесторов, для строительства перерабатывающих производств, привлечения трудовых ресурсов, высококвалифицированных. И, соответственно, экономический потенциал, он дополняется тем богатством нашей исторической родины, которое у нас есть. То есть это достаточно самобытная культура. Потому что любой регион, он интересен не только своими заводами, пароходами и другими мощными вещами, но, в принципе, история – это наши корни, без которых мы ничего не сделаем. Это первый блок вопросов. Второй блок вопросов – это участие в круглых столах, в пленарных сессиях. Виктор Михайлович планирует принять участие и в пленарном заседании Красноярского форума. Затем это все перейдет на обсуждение круглых столов. То есть это связано с инфраструктурой, с привлечением инвестиций, с пространственным планированием. То есть форум – он некий комплекс такой, увязанных мероприятий, на которых должно пройти обсуждение различных инициатив. В том числе это связано с дальнейшим развитием самой страны. Пользуясь случаем, 13-го числа у нас в 10.30 в Международном выставочном центре на площадке Енисейской Сибири состоится презентация республики. Напоминаю, в 10.30. И, соответственно, пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих, неравнодушных людей, поддержать республику в этом процессе. Ну и, соответственно, прийти и поучаствовать. Спасибо большое, Николай Викторович. Мы желаем вам хорошей работы на Красноярском экономическом форуме и хороших результатов. Спасибо. Оставайтесь на телеканале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова